Дорогие наши маленькие, взрослые и старенькие друзья, перед нами книга «Познавай Библию». Она рассчитана на 365 дней. Каждый день вы будете узнавать необыкновенную историю, которую Бог через слуг своих записал на страницах Библии. Божьих вам благословений! Встреча Ильи с Богом Когда Илья находился в пещере, Бог спросил его, «Илья, что ты здесь делаешь?» «Я служил тебе, Господи, но израильтяне оставили завет твой, разрушили жертвенники, а твоих пророков убили. Я остался один, но и меня хотят убить», — ответил Илья. Бог сказал ему, «Выйди и встань на гору, я буду проходить мимо». Налетел страшный могучий ветер, он расколол горы и разрыгнул скалы, но в ветре не было Господа. После ветра началось сильное землетрясение, но и в землетрясении Господа не было. После землетрясения был огонь, но и в огне Господа не было. И только после огня было веяние тихого ветра. Когда Илья услышал это, он закрыл лице плащом, вышел и встал у входа в пещеру. «Что ты здесь делаешь?» — вновь услышал он голос Бога. Илья ответил, «Я служил тебе, Господи, но израильтяне оставили завет твой, разрушили жертвенники, а твоих пророков убили. Я остался один, но и меня хотят убить». Тогда Бог повелел Ильи, «Пойди обратно через пустыню в Дамаск, помажь Азаила царем Сирии, и Иуя царем Израиля, а Елисея пророком вместо тебя. Впрочем, я сохранил в Израиле семь тысяч моих верных служителей, которые не поклоняются Ваалу». Какой вопрос Бог задал Ильи дважды? Что отвечал Богу Илья? Сколько верных служителей Божьих осталось в Израиле? Субтитры создавал DimaTorzok